Система навигационного контроля является средством интероперационной визуализации, позволяющих в условиях сложной анатомии хирургу идентифицировать рабочий инструмент. Подобная система, установленная на сегодняшний момент по всему миру, является рутинной стандартной процедурой. В нашей стране в крупных центрах также такие системы установлены. В нашей программе существует две системы навигации – оптическая и электромагнитная. Принципы работы обеих систем схожи, так как софт и способ регистрации пациента идентичны. Различия только в способе генерации сигнала. В случае оптической – это пассивное отражение от инфракрасной камеры. Поэтому инструмент и трекер пациента снабжены специальными стеклянными сферами. При работе с электромагнитной системой поле создается специальным генератором. Соответственно, инструменты и датчики подключаются к специальному блоку. Монтаж генератора поля при электромагнитной системе может быть осуществлен двумя способами. На отдельном держателе, либо быть встроен в подголовник операционного стола. Лучше, если голова пациента будет уложена в специальное фиксирующее кольцо. Таким образом, минимизируется его движение. Глава пациента должна находиться в проекции примерно середины генератора поля. И очень важным моментом также является отсутствие массивных железных предметов при регистрации пациента. Наподобие, как такие. При регистрации они должны быть максимально отодвинуты от, соответственно, операционного стола. После окончания регистрации пациента все можно вернуть на исходные позиции. При монтаже оптической камеры важно, чтобы сама камера смотрела непосредственно на трекер пациента. Примерное расстояние от камеры до трекера должно составлять где-то 80 см, где-то до 1,20 см. Индикатором того, что камера у вас установлена правильно, является появление специального индикатора. Загрузить данные пациента вы можете из различных источников. Есть определенные требования к данным КТ и МРТ. Это должен быть диком формат. Более подробно написано в инструкции. Важно, что ведущим для работы с навигационной системой является данные КТ. МРТ также могут быть использованы при необходимости для использования, скажем так, мягкотканного режима, мягкотканного компонента. И при такой загрузке можно активировать функцию Fusion. То есть это динамическое слияние КТ и МРТ изображений. Для регистрации пациента важно совместить 3D-модель пациента, соответственно, с реальным пациентом. Для этого необходимо нанести точки сначала на сформированную 3D-модель и затем эти же точки повторить на реальном пациенте. Соответственно, необходимо выбрать точки на несмещаемых структурах и в тех местах, которые будет легко в дальнейшем повторить. Традиционно используются для эндоназальных вмешательств точки следующие. Первое. Латеральная точка при пересечении орбиты и глазной щели. Следующее. Углубление между переносицей и лбом. То же самое. Соответственно, пересечение глазной щели и орбиты только слева. И четвертая точка, так называемая колумела. То есть место перехода колумела в верхнюю губу. Специально мы выбираем это на достаточно масштабном срезе для удобства обозначения. Дальше все эти точки, которые мы с вами выбрали на 3D-модели, необходимо скорректировать на соответствующих КТ-снимках. На сагитальном снимке нам с вами удобно скорректировать, соответственно, точку номер 2. Вы видите, да? Я ставлю ее в середине места пересечения лобной части и носовой. И немножко углубляю буквально на 1-1,5 мм. Для более, скажем так, для более реальной картины, поскольку у пациента, у реального пациента здесь у нас с вами мягкие ткани. Соответственно, точка у основания носа то же самое. Я ставлю ее четко подкорректирую при пересечении колумела с верхней губой. И также по аналогии с лобной точкой немножко ее углубляю. Дальше необходимо откорректировать боковые точки. Их лучше сделать на этом срезе. Здесь орбитальные точки необходимо четко поставить на костную часть орбиты. Справа и слева. Соответственно, при нажатии точки система у вас сама автоматически выбирает необходимый срез для проведения коррекции. Соответственно, при регистрации на пациенте мы с вами должны повторить все те же самые точки, которые повторяли на 3D-модели. Далее система будет вас просить откорректировать точки. Видите, она маркирует их желтым светом для того, чтобы ошибка навигации была минимальна. Наша задача, соответственно, корректировать. Одномоментно электромагнитная система допускает работу трех инструментов. В оптической системе количество инструментов не ограничено. Единственное, что каждый последующий инструмент необходимо зарегистрировать. Для того, чтобы подтвердить регистрацию, мы можем поставить инструмент на любую точку в пациенте. Таким образом мы подтверждаем регистрацию. Итак, система готова к работе. На данных КТ вы видите рабочий инструмент. Важно, что он обозначается по всей длине. То есть хирург может проследить всю геометрию инструмента. При задержке инструмента более трех секунд делается скриншот. В дальнейшем эти данные могут быть архивированы. На этапе предоперационного планирования, то есть до регистрации собственного ряда пациента, можно реализовать ряд достаточно важных функций и полезных для хирургов. Первый – это функция измерения. Вы можете измерить расстояние между любыми двумя точками, используя, соответственно, тот или иной срез. Обозначив начальную и конечную точку, на мониторе у вас выводится значение в миллиметрах. Это функция измерения. Следующая функция, которая также может быть интересна, это обозначение структур риска. Что это значит? На любом срезе КТ хирург может обозначить те пограничные зоны, выше или дальше которых, скажем так, в хирургическом отношении ходить не надо. То есть это действительно является критическими структурами. Ну, например, стенка орбиты. Далее на всех срезах, не только на том, на котором мы отмечали, эта критическая зона будет у вас отмечена. При хирургическом вмешательстве, при достижении этой зоны, цвет будет меняться с желтого на красный, соответственно, с безопасного расстояния до опасного. Следующей важной функциональной особенностью является возможность построения хирурга в некой траектории. То есть, выбрав точки на двухмерном изображении, при этом используя срез наиболее информативный для хирурга, вы можете построить некий путь или так называемую маршрутизацию, которую в дальнейшем будете использовать при, соответственно, хирургическом вмешательстве. Вы видите, что построен путь как и на двухмерном изображении, так и на трехмерной модели. Цветовая дифференцировка показывает прохождение пути желтым цветом через мягкие ткани, зеленым через воздух и красным через костные структуры. В дальнейшем, при активации функции синус-трекера, то есть эндоскопической навигации, этот путь вы сможете просмотреть в эндоскопическом режиме. Для интеграции эндоскопического изображения и, соответственно, визуализации построенной траектории, необходимо использовать специальный трекер для эндоскопа и, соответственно, эндоскоп нам нужно зарегистрировать. Мы выбираем на панели необходимые, соответственно, используемые модели эндоскопа 0, 30 или 45 градусов. Для регистрации эндоскопа, соответственно, и для активации синус-трекера мы производим регистрацию выбранного эндоскопа, собственно говоря, стандартным способом, как мы регистрируем обычный инструмент. Далее эта функция становится активной, и при проведении эндоскопического вмешательства мы видим выбранную траекторию на эндоскопическом изображении. Важным интересным дополнением к существующему софту появившаяся опция «Ручная реагистрация». Что это значит? Соответственно, если вы видите некое несовпадение картины навигационной системы с реальной анатомией, то есть расхождение где-то 1,5-2 мм, эту ситуацию вы можете вручную откорректировать. Для этой цели вы выбираете новую точку, которую считаете нужным, ее фиксируете и переносите на новое положение, которое считаете правильным. Таким образом вы сдвигаете... Все, вы создали новую регистрационную точку и таким образом откорректировали существующую ошибку навигации. Важным моментом является то, что вы это можете делать интероперационно, то есть не прерывая, не выходя в режим регистрации.